Здравствуйте! В прямом эфире вы смотрите программу «Город ТЭС». С вами Марьяна Мирная. Сегодня говорим о том, как баянисты-виртуозы покоряют мир и завоевывают сердца. Сергей Войтенко у нас в гостях. Свои вопросы вы можете задавать по телефону нашей телекомпании 202-11-22. Здравствуйте! Привет! Как настроение? Вы так сказали, что завоевывают мир и завоевывают сердца. Прямо так романтично. Говорю так, потому что знаю, что уже по всем городам, весям странам мира вы проехали. Куча поклонников. И распродаются диски везде, где угодно, не только по России. И пользуется дуэт большой популярностью. Да, но сейчас эпоха дисков прошла. Кстати, сейчас очень много в iTunes. Поэтому можно заходить туда и там покупать нашу музыку. И еще где-то какие-то ресурсы? А, ну какие-то ресурсы просто можно. Я не знаю. Ну, Зайцев нет, если еще существует. А там наверняка есть. Ну, где-то какие-то. Смотрите, в ВКонтактах у нас там. Мы в соцсетях везде есть. Так что можно нашу музыку и песни послушать. Сереж, ну собрались... За шазами можно сразу найти. По прекрасному поводу. Десять лет исполняется дуэт. Буквально в следующую среду, 10 числа, состоится концерт, да, посвященный этому юбилею. Что ждать тем, кто туда придет? Что это за грандиозное шоу? Планируются взрывы, вспышки? Ну, я думаю, что особо грандиозного как бы там не будет, как в Москве это планируется в ноябре месяце. Потому что у нас все-таки возможности здесь немножко другие. Но шоу будет. Шоу будет хорошее, интересное. У нас мы строим все на юморе. То есть это будет очень легкая, очень веселая программа. И очень такая, знаете, куда ты придешь и потом уйдешь с таким послевкусием, что классно. То есть с хорошим настроением люди идут, однозначно. Но шоу будет, шоу будет. Такого саморачивания люди. Про юмор, это очень здорово. Какие-то шутки-прибаутки там планируются. Потому что я ни разу, честно говоря, честно признаюсь, не видела ни вас лично, ни ваш дуэт, чтобы вы не улыбались. Вы всегда улыбаетесь, несете позитив, хорошее настроение. Какие-то еще, помимо песен и музыкальных композиций, вот юмор какой еще? Ну, во-первых, я могу сказать, что у нас будут гости юмористы. У нас будет Юра Аскаров из Москвы, наш друг. Будет Юта-певица. Но она, правда, не юмористка. Она известная певица, да. Марина Девятова должна была подъехать, но у нее гастроли. Денис Майданов тоже не смог, потому что он тоже улетает на Дальний Восток. Вот. Наши саморские артисты будут. Юля Денисова у нас выступает. У нас будет Ворский хор, у нас будет коллектив Светы Буровой, New Face. Ну и многое-многое другое. Это я говорю из тех, кто будет из артистов, да. А что касается юмора, ну, мы начнем необычно. Не буду раскрывать всех карт, начнем мы необычно. Это будет точно смешно всем. Всех, да, секретов не будем раскрывать еще для наших зрителей. В конце программы следите внимательно. Мы зададим каверзный вопрос о дуэте Боян Микс, чтобы вы могли получить билет на этот прекрасный концерт, который состоится 10-го числа. Сереж, ну вот подготовка к такому мероприятию, наверное, это не один месяц, это, наверное, больше времени. Что самое, наверное, сложное было в этой подготовке? То, для чего, как бы, понятно, делается этот концерт для ваших зрителей и так далее. Что самое сложное было? Самое сложное? Ну, я думаю, самое сложное было сделать так, чтобы мы удивили. Потому что мы уже и так, и так, и так, и так, и по-всякому мы выступали. И вот надо было найти форму преподношения нашего творчества в новой. Вот, как бы, интертрепации, вот, чтобы это было интересно. Вот, поэтому мы это нашли. Это все увидите 10-го февраля в филармонии. Прекрасно. Слушайте, ну вот еще хотелось поговорить о том, что... Ну, сложности таких особых не было в подготовке, потому что у нас команда уже тысячу лет, что называется, созданная. Концерт проходит в рамках фестиваля, Иван Боян. Фестиваль уже идет 14-й год, и этот концерт является открытием фестиваля. То есть за 14 лет наша команда уже настолько отработала моменты приглашения артистов и организации концертов. Галина Агапова, директор фестиваля, она в этом году также бессменный директор, она это все делает. Оля Ракушева из нашей команды, тоже Оксана Богатырева. Ну и многие-многие другие, которые у нас работают в команде по фестивалю, они организовывают. Алик Ремезов у нас будет режиссировать этот концерт, так что будет очень интересно. Ну, мы очень надеемся на то, что будет интересно. И напоминаю, что звоните к нам в студию, 202-11-22, принимаем звонки. Сереж, еще хоть и хочется затронуть момент того, что за 10 лет, ну, не скажу, что 10 лет это какой-то глобальный срок для коллектива, но тем не менее, есть и чем гордиться, и какие-то, может быть, мини-итоги подводить. Очень развился дуэт за это время, то есть начинали вы как просто инструментальный дуэт, да, теперь есть и авторские песни, вы и поете теперь. Откуда это есть «Пошла земля русская», почему такая необходимость появилась, и, насколько я знаю, что людям-то нравится, да, что вы еще и запели. Ну, конечно, нравится, песни-то хорошие. Они звучат на радио «Мы с тобой одной кровью» — это первая наша песня, которую я сочинил. Мы ее спели в дуэте с Денисом Майдановым, и она до сих пор в барабанах. Это хит, это прям хит. Это хит, это крепкий хит, который пошел в народ, и до сих пор он звучит. То есть полтора года песня не сходит с радиостанцией. Это очень хороший показатель. Дальше песня была «Город М», она тоже не сходит с радиостанцией. Ну, кстати, про «Город М» мы написали песню, а вот я сейчас думаю… Про «Город С», да, нужно написать. Ждите, я думаю, что в течение месяца я напишу песню про «Город С». Я думаю, что сразу нам перешлете, да, как на студии запишетесь. Да, можете на заставку ставить, у вас программа называется «Город С». Отлично. А насчет… Вот, и… Ну, мы сменили вектор, точнее, не сменили, мы его сделали еще. Это одна наша, еще одна из наших граней. Как любой бизнес, так и, собственно, творческий бизнес, он требует всегда какого-то, ну, насыщения новым чем-то, ребрендинга или просто выбора нового вектора. Вот этот новый вектор, который мы выбрали, это немножко освежит нас, как артистов, в глазах людей. И мы прибавим новое количество публики, которые любят песни. Да, вот хотелось как раз, да, аудитория расширится, да, непосредственно, потому что можно подпевать, можно не просто напевать, но и подпевать. Да, ну, люди подпевают все наши песни, которые сейчас звучат на радио, это, о которых я уже сказал, еще «Нига, ни кони», песня «Камин», сейчас новая заходит песня, называется «Добрые ночи». Такие песни, ну, у меня так получается сочинять, что они достаточно легкие по мелодике и запоминаются быстро. Тексты в основном, я сотрудничаю с Евгением Муравьевым, с Таней Ивановой, это те люди, которые много уже получили всяких золотых граммофонов и так далее, и так далее. Женя Муравьев, у него там уже некуда ставить этих золотых граммофонов, он со многими композиторами сотрудничает, вот с ними тоже, со мной тоже сотрудничает. Таня Иванова пишет для «Засмин», для «Зары», для всех других исполнителей. Есть еще Михаил Андреев, который пишет для группы «Любая», «А чего так в России березы шумят», «Самоволочка», «Трамвай пятерочка», вот это его хиты. И он сейчас для меня тоже много текстов мне скинул, я сейчас над этими текстами работаю. Есть уже пара песен, которые тоже... Да, вы же как композитор, правильно? Да, с текстами у меня не так, скажем так, хорошо, и я могу сочинять тексты, но я считаю, что каждый должен выполнять свою роль. Если есть талантливый поэт и есть талантливый композитор, если у поэта получается сочинять тексты, но не получается писать музыку, пусть он пишет тексты, а если у композитора получается лучше сочинять музыку, то пусть он пишет музыку, а не тексты. Бывает такое, что ночью вы написали музыку, отдали какому-то поэту, и ночью вам звонит этот поэт и говорит, «Все, я все придумал, нужно срочно зачитать». Это же вы же творческие люди, вы должны как-то нестандартно жить. Бывает, но в основном наоборот. Я на стихи пишу. Наоборот, вот так, да? Да, да. Но есть несколько песен на мои стихи. Есть песня, которая называется «Морожка». Ее поет волжский хор наш. Ее сейчас поет вообще вся страна практически. То есть она как-то пошла тоже в народ. «Эй-эй, пролетает путь дорожка, эй-эй, цветет ягода морожка, эй, а ты ждешь меня, грустишь, шадана». Она такая казачья получилась, очень такая задорная. Но вот эта песня прозвучит как раз на концерте. Прекрасно. Насчет вот как раз аудитории и того, что песни начали петь за границей, понимают русские песни, кроме тех людей, которые, ну просто русские, живут за границей? Или там все-таки больше востребована инструментальная часть вашего творчества? Инструментальное творчество, я не говорю, чтобы она востребована, она просто более понятна, потому что мы там, у нас нет барьера языкового. То есть мы играем Бетховена, мы играем Моцарта, мы играем современные какие-то хиты, да? Это все доступно людям, которые эту музыку слышали когда-то и знают. Поговорим еще об этом, у нас звоночек в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте, меня зовут Павел. Очень приятно. Павел, у вас вопрос? Да, я хотел бы Сергею задать вопрос. Павел, спасибо, что позвонили. И сразу хочу всем зрителям сказать, что мы каждому дозвонившемуся сегодня дарим диск «Баян Микс». Павел, поэтому потом приедете в редакцию и диск заберете. Спасибо, огромный, неожиданный такой приятный момент. Сережа, у меня вот какой вопрос. Значит, Самара такой город, богатый бетловскими традициями. Бетловскими? Здесь Битлз родились? Здесь родились братья Сноповы. А, Сноповы, понятно. Которые продвигают бетловскую музыку в Марсе. Вот, и в плане расширения вашего творчества. Вот у них замечательные праздники проходят. Вот, вторая суббота сентября, фестиваль Битлз Форелла. Не хотели бы вы вот как-то в этом управлении поработать? Потому что вот балалайку мы уже на их фестивале слышали. Спасибо большое за вопрос, Павел. Спасибо за вопрос. За диском приходите. Ну, почему нет? Можно и за Битлз взяться. У нас был опыт, что мы делали фантазию на рок. Всякие всевозможные мелодии выступали на рок над Волгой. Когда мы вышли на сцену, я впервые увидел такое количество людей. Это было днем, часа в четыре. Мы выступали после Чаева. Тогда, на тот момент, было 1600, наверное, тогда пришло. Это когда Рамштайн уже к вечеру подъехал, было уже 800 тысяч. Но такого количества народа я никогда не видел на своих концертах. И вы представляете, мы, ну, ощущения, конечно, незабываемые. Вот. И Битлз почему бы и нет? Мы сейчас делаем фантазию инструментально на песне Александра Сергеевича Морозова. Вот сейчас у него 28 февраля будет концерт. Мы много делаем различных фантазий. Но до Битлз просто руки еще не дошли. Но так сделаем. Ну, так-то дойдут, да, в принципе? Сереж, вот где берете энергию? Потому что я знаю, что у вас совершенно сумасшедший график. Вы то в Самаре, то в Питере, то в Москве по гастролям. Сколько часов в сутки вы спите? И где берется эта энергия для того, чтобы всегда улыбаться, нести позитив людям, массой? И при этом еще и музыку писать, и с людьми общаться. Где это самое? Где тот волшебный мешочек с энергией? Не знаю. Я вчера, кстати, только вернулся из Парижа. Мы там были на гастролях с Галиной Хомчиком. Помните такую? Певицу Барт. Она на Грушинском часто выступает. У нас с ней тоже был дуэт. Он и, собственно, остается. Но Баян Микс как бы основная работа, да? А какие-то проекты с Галиной Хомчика. Еще с кем-то. Это такие уже как бы побочные проекты. И мы там объездили шесть городов. Это Париж, Тулуза, Альбенс, еще там какой-то город. Не помню уже, как назывался Манжерис, что ли. И мы там играли песни советской эпохи. То есть там всякий потолок ледяной, я не знаю. Там подмосковные вечера. Счастье вдруг в Тишине постучало с двери. Есть только миг, какие-то романсы и так далее. То есть программа называлась «Застольная и застойная». И там люди русские приходили, французы приходили. Мы спрашивали, кстати, а почему вы приходите, вы же не знаете языка. Они говорят, а нам просто нравится. Нравится сам язык, просто нравится его вот слушать. Ну вот, откуда я верю энергию? Я не знаю. У меня по жизни есть желание побольше успеть. Наверное, оттуда и черпаю. То есть я понимаю, что я... Ну, время-то оно как бы ограничено у нас, жизнь, да. Она какая-то определенный срок. И для того, чтобы много успеть, внутри много всего сидит, вот здесь много всего копошится, да. И все это хочется как-то произвести на свет. То есть какие-то новые программы, какие-то песни сочинить, какую-то музыку сочинить, какие-то новые концерты сделать, какие-то новые мероприятия и так далее. Это все вот, оно вот изнутри идет. Я думаю, что оттуда, собственно, энергия идет. Я, ну, не знаю. Может быть, еще просто как бы, что называется, есть кто-то там свыше, да, который вот вложил в тебя, и ты должен это не удержать в себе, расплескать. То есть как бы талантливые люди, они обязаны свой талант раздавать. Они должны его в себе держать. Я, может, сейчас нескромно сказал, но в любом случае, как бы, вот, изменяйте, что происходит. Почему нескромно? Вы же чемпион мира по баяну. Чемпион мира по баяну признала, мировая общественность признала. Сереж, устаете физически? Баян уже тяжел, наверное, да? Я сейчас полегче купил, да. Полегче, помимо прочего. Спортом заниматься спину, да, нужно держать? Какие-то вот такие особенности? Да, я ищи так, ложусь и делаю зарядочку для спины. Такие маневры, да, чтобы? Ну, есть такая специальная зарядка для спины. Для спины. Да, да, да. Еще хотела такой вопрос задать. Вот большинство людей привыкли к тому, что баян-микс это дуэт. Нет, но сейчас он и трансформируется, развивается таким образом, что еще с Сергеем Катковым, да, вы выступаете. И как трио, и как дуэт в такой форме, в сякой форме. Как это? Расскажите. Сережа просто замещает Диму, потому что Дима не боится летать. Ну, это есть такая болезнь, да? Поэтому Дима в основном выступает там. Москва, Самара, там Питер, где-то вот здесь вот рядом, куда можно доехать на поезде или на машине. А везде по России, где далеко лететь, и, соответственно, уже в мире, там где-то в Европе и там в Америке, это уже работает Войтенко и Катков. Вот. А сейчас, поскольку как бы уже настало время, что Сережа достаточно много у нас поучаствовал уже в коллективе, мы просто хотим его официально представить и уже где-то втроем и поработать тоже. То есть не просто, чтобы он был как заменитель. Ну, сами понимаете, когда на скамейке запасных человек сидит, ну, немножко уже чисто психологически ему, наверное, хочется вырасти из этих штанов. Поэтому мы его сейчас вводим в коллектив и где-то будем и втроем работать тоже в том числе. Слушайте, вот еще хочется уточнить, какой момент. Москва, это все-таки для любого артиста, да, который не родился в Москве и в Москву приехал уже со своим творчеством. Москва, это, конечно, какая-то величина, да? То есть покорить Москву очень хочется. В принципе, такое покорение произошло. Есть и клипы, да, на центральных каналах ваши крутятся. То есть вас люди знают не только у нас в Самаре. Какие-то еще горизонты есть? Потому что многие артисты, они хотят в Европу или в Америку. Какие-то лейблы, там, не лейблы. У вас все-таки вы на российскую большую аудиторию настроены? Или есть вот это вот такое желание? Потому что сам по себе проект, Боян Микс, он международный проект, по сути. Потому что это инструментальная музыка, которая понятна любому человеку. Китайцу, алжирцу, не знаю, французу, японцу, вьетнамцу, кому угодно, американцу. Ну вот. Усложняется тем, что у нас вот была проблема с Димой, то, что он не летает. Но сейчас, поскольку есть уже Сережа, с которым уже отработано, и уже, что называется, он влился в коллектив. И когда мы работаем вдвоем, или Дима с Сережей работает, когда я куда-то не могу там съездить или слетать, мало кто уже может отличить, потому что Сережа уже, он вырос, ну, до нашего уровня дороже. Есть звоночек, у нас еще один в студии, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Сергей, я хотел бы вам вопрос задать, вот сейчас вас спросили о горизонтах. Я бы вас хотел спросить о таких профессиональных горизонтах. Ведь любое мастерство, искусство, это такая вещь безграничная. Скажите, пожалуйста, что вы не умеете на Бояне, и чему бы вы хотели научиться? Это ведь здорово, когда ваш уровень, это потрясающе, мы слушаем. А что вы не умеете? Что вот у вас перейдет? Чудесный вопрос, мне кажется. Хороший вопрос, спасибо огромное за вопрос. Ваш диск вас ждет. Еще раз повторяю, что все, кто сегодня дозвонятся, получат в подарок диск Боян Микс. Да, звоните к нам на телекомпанию, скажем, когда можно забрать. Что я не умею? Откровенно скажу, я не умею импровизировать. Импровизируют по джазовому. То есть это там есть определенные какие-то стандарты, которые нужно было выучить в свое время. У меня не доходят до этого руки. Мне ребята говорят, да ты шикарно импровизируешь. Но я-то знаю, что у меня это получается интуитивно. То есть есть много джазменов, которые вот садятся в кучку, да, у них раз, давай сыграем вот это вот. Запустили мелодию и дальше по квадрату все импровизируют. Я понимаю, что они понимают, что они играют, они понимают, что они делают. А у меня это происходит по наитию. То есть я где-то какую-то импровизацию делаю, но сам-то понимаю, что это недостаточно профессионально. А хочется вот в этом деле поднаторить. Поэтому вот это я бы хотел освоить на баяне. Может быть вы не совсем справедливый к себе? Может быть вы просто перфекционист? Нет, нет, нет. Ну на самом деле, ну посадите меня с хорошим джазовым каким-то баянистом или аккордионистом. Кстати, у нас приезжает 27 марта в рамках фестиваля джазовый аккордионист Сергей Луран из Москвы. Он шикарный аккордионист. Он по джазу просто там рубит вообще. Мастер-класс может быть? Он и мастер-класс будет проводить, да, с ним будет еще контрабасист, гитарист и будет петь Юль Денисова, еще одна певица из нашей Самары. Ну, кстати, и в продолжении того, что еще будет в рамках фестиваля, вот следующий концерт 27 марта в филармонии. Потом будет Самара Родина Баяна 25 апреля. Это будет все самарские баянисты, которые здесь когда-либо родились и умеют играть, они все будут в этом концерте. И 15 мая, сейчас секундочку, заключительный концерт фестиваля, приедет коллектив из Канады. Вот такой. Квартет Желата, они очень юмористические, приходите обязательно на все концерты. Сколько всего концертов будет в рамках фестиваля? Четыре в Самаре и, соответственно, еще как минимум десять в разных городах Самарской области. Вы же занимаетесь изначально... То есть эти же группы, то есть, грубо говоря, Баян Микс сейчас в Самаре выступает, потом завтра там, ну, предположим, ну, не предположим, девятого он в Безинчуке, то есть до десятого в Безинчуке мы девятого, потом у нас четырнадцатого концерт, по-моему, нет, не четырнадцатого, восемнадцатого у нас какой-то город, потом девятнадцатого у нас, по-моему, Похвестнево, я не помню точно. Также следующий коллектив приезжает и также едет по Самарской области, по городам. Как вы относитесь к похвалеев и к критике? И чья похвала и критика важна, а на чью можно закрыть глаза и не слушать? От близких людей похвала и критика одинаково важна. Если вот когда коллеги какие-то, ну, есть же недоброжелатели, есть доброжелатели, которые даже, если сами знаете, где-то там, ну, что-то накосячили, а вам говорят, да нет, все хорошо. Ну, как относитесь к такому? Вам что лучше, правда или, ну, либо хорошо, либо ничего? Ну, я тоже, мы по жизни, что называется, психологический опыт уже получили, общение с людьми. Я поэтому понимаю, когда человек что говорит. Я в основном не воспринимаю от своих коллег какую-то критику неадекватную, если это неконструктивно. То есть, если неконструктивно или, грубо говоря, они просто утаивают что-то, я же тоже вижу. Ну, я сам знаю, в чем мои проблемы, где мои проблемы. Вот по джазу, например, я сказала, что у меня есть проблемы. Звонок в студию у нас еще, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, рады видеть вас. Очень хотелось бы перспективы дальнейших ваших проектов поделиться с ними. Спасибо. Вас, ваш диск, вас ждет в редакции. Спасибо за вопрос. Перспективы. Ну, мы уже о них сегодня говорили, то, что мы начали петь, это, собственно, вот ближайшие перспективы. То есть, вы все больше и больше будете слушать песни в исполнении Сергея Войтенко, в исполнении Баянникс. Также я сейчас пишу песни для других исполнителей. Вот на концерте 10 февраля в филармонии мою песню будет петь певица Юта, мою песню будет петь певица Юлия Денисовой, и мою песню будет петь Волжский хор. То есть, я еще как композитор просто для других исполнителей и коллективов пишу песни. 10 минут до конца эфира, друзья, и пришло время задать наш каверзный вопрос, ответив на который, вы сможете получить заветный пригласительный билет на два лица на концерт Баян-Микс 10 числа, который состоится в филармонии. Итак, вопрос. Сколько Олимпиад открывали и закрывали участники дуэта Баян-Микс? Еще раз повторю вопрос. Сколько Олимпиад открывали и закрывали участники дуэта Баян-Микс? Звоните, отвечайте, пробуйте отвечать на этот вопрос. Билет вас ждет. Сереж, продолжим, пока люди думают, как ответить на этот вопрос. Играть играем, петь поем, музыку пишем. Какие еще вехи такого творчества есть, которые может быть какой-то необычный дуэт с теми людьми, с которыми никогда там, или с такими исполнителями, с которыми никогда до этого не было? Было бы здорово с зарубежными исполнителями, потому что с нашими российскими исполнителями мы со многими уже выступали. И интересно, конечно же, не знаю, мне хочется всегда вот с Робби Вильямсом где-то выступить. Здорово. Это же крутой чувак. Ой. Ну, он действительно, на самом деле, крутой. Он и джаз поет, он и рок поет, он и сам сочиняет. Ну, вот. Ну, с какими-то зарубежными исполнителями. Еще у меня есть одна моя грань, это я не оставляю академический баян. Но это очень сложно удержать, удержать и эстрадные направления. Еще сейчас я начал петь и сочинять. Звоночек у нас в студии, давайте послушаем. Здравствуйте. Вы готовы ответить на наш вопрос? Здравствуйте. Я не на вопрос, я просто хочу сама вопрос задать. Я просто включила телевизор. Когда вы выступаете? В Самаре. 10 февраля в Самаре в филармонии 19.00 приходите. Спасибо. Диск тоже получите, можете позвонить, прийти к нам в редакцию, тоже за звоночек получите. Уже 4 диска сегодня. Диск, уже 4 диска мы подарили, да, правильно. Итак, ждем по-прежнему ответа на наш каверзный вопрос. Вернемся, да, к обсуждению. Академическое направление я не оставляю, потому что я в нем рос, я в нем воспитывался. Алла Михайловна, Кац, нас воспитал, и меня, и Диму. Но я хочу дальше продолжать академическое направление удерживать. Поэтому периодически я какие-то академические вещи играю с оркестром. То есть беру свой большой черный баян, сажусь занимаюсь и играю с оркестрами симфоническими, с эстрадно-симфоническими. Потому что это приносит колоссальное удовольствие. А то, что на концертах происходит, у вас же некое объединение, вы играете там, ну, и Райнбелда Пауза, и там любое что-то, какие-то популярные мелодии, свои мелодии, при этом Моцарта, Баха, да, там и прочие, пятый, десятый. Это для кого больше, для себя? Или все-таки вы вот эту классику в массы пытаетесь каким-то образом тоже донести? Не, мы ничего особенно не пытаемся делать. Просто то, что нам нравится, мы делаем. То есть мы берем известные мелодии классические, известные мелодии хиты какие-то современные, да, мы их обрабатываем в инструментальном виде. Просто это было, ну, скажем так, все эти 10 лет. Сейчас интересы немножко поменялись. Мы сейчас хотим уже петь, да, я хочу сочинять. Еще есть звоночек у нас. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Да, меня зовут Юлия. Хочу поблагодарить в первую очередь вас за творчество. Очень давно следим, уже практически с момента основания. И к своей радости я знаю ответ на вопрос. Это две Олимпиады. Отличный вопрос. Совершенно верно. А где? А где Олимпиады были, знаете? Какие Олимпиады, в каких городах? Так, последние какие у нас, вы знаете? Сейчас очень волнуйтесь. Не волнуйтесь, мы вам подскажем. Один русский был город, какой? Сочи. Совершенно верно. А второй? Предыдущая Олимпиада где была? Канада. Какой город? Канада. Ванкувер. Город Ванкувер. Это был второй камерный вопрос, но он в любом случае выиграл. Вы все равно выиграли билеты. Да, по телефону вам сейчас расскажут, как и где можно забрать. А концерт состоится 10 февраля в филармонии. Приходите, поздравляем с выигрышем. Да, кстати, хочу сказать, что билетов осталось там штук 40, 40, наверное, всего лишь. То есть торопитесь, если кто-то еще не успел, надо торопиться. Не попасть потом. В продолжении разговора о развитии творчества. А если какие-то предложения, может быть, сериалы, кино в этом ключе? Я очень хочу, но мы почему-то никак не можем. У меня очень музыка, которую я пишу, я пишу и к сериалам тоже, в том числе, музыку. Но она пока не нашла выхода, не нашла света. Не вышел в свет. И у меня песни, которые я тоже пишу, они тоже достаточно, скажем так, сериальные. Кому бы я ни ставил, ну, масса моих песен, то есть, ну, в основном 80-90%, говорят, о, ее бы классно в какой-нибудь сериал, в какое-нибудь кино. То есть вот такая вот. Но я пока не могу никак найти контакты, как туда выйти, вот, к этим режиссерам. А в качестве артиста? В эпизоде где-то? В качестве артиста тоже хочу. Тоже хотел бы посниматься. Но мы, я уже снимался в качестве артиста, актера. У Ильдар Санна Черезанна. Ну, вот, жалко, что, конечно, вот, ушел от нас. Это было «Карнавальный ночь-2», это тот фильм, где я играл самого себя. Вот. И мы еще отснялись в двух фильмах у Александра Баранова. Это режиссер, который выпустил «Участок», «Родня», помните сериал? И к одному из фильмов я написал музыку. То есть мы там играли как актеры с Димой, и там же звучит моя музыка. Но фильм до сих пор пока лежит на полке Первого канала, пока его не выпускают. Это все 16-серийные художественные фильмы. Себя, да? То есть вы... Нет, мы там играем двух баянистов-стриптизеров. О, как! Которые решили, это 90-е годы, такие лихие. Большая часть женского населения встрепенулась, мне кажется. Так вот, я думаю, когда это все выйдет, чтобы все увидели. Но там, да, были такие сцены откровенные, скажем так. Ну, где мы стриптизм называли. Ну, неполный, конечно же, но с баянами. Это было гемористически. Процесс снятия кино, он же отличается, да, от вашей обычной жизни. Что там самое такое классное понравилось, и почему хочется вернуться-то в эту всю кухню? Самое классное то, что когда выходит продукт, но сам процесс съемки клипов или кино, это всегда у нас чисто по-русски. Значит, то свет не довезли, то свет довезли, вдруг, опа, закончилась пленка. Ну, это когда пленку на пленку снимали. Так, пленку подвезли, о, обед уже, все, обедаем. Пообедали, ветер пошел, или там погода испортилась. И вот это все вот долго-долго-долго, вот очень нудно на самом деле. Зависит, не нравится, да, от каких-то внешних условий. Говорят, в Голливуде по-другому снимают, там все очень четко, прям, независимо от погоды, от света и так далее. Контроль важен за тем, что вы делаете, как вы живете, вот, или... Контроль чей? Ваш, то, что вы должны контролировать то, что происходит вокруг, или как случилось, так случилось. Вот есть такой момент, что, ну, все равно, там, жизнь так повернулась таким образом, значит, так нужно. Не знаю, где-то в чем-то я, наверное, контролирую и себя, и своих сотрудников, да, но я могу сказать, что живем мы первый раз. Мы с вами все живем первый раз, и мы не знаем, что завтра будет. Мы учимся этой жизни вот сейчас, в данный момент, потому что мы только родились, и мы ее проживаем. Поэтому все, что происходит в этой жизни, с нами происходит в первый раз. И если ты учишься на каких-то ошибках на своих предыдущих, и ты их исправляешь, это хорошо. Поэтому где-то какие-то моменты, конечно, контролируешь, чтобы потом уже не контролировать. У вас есть, что называется, вот этот список того, что вам нужно для того, чтобы... Рейдер, да, это райдер, это называется. Рейдер. Да, извиняюсь. Рейдер, это когда рейдерский захват. Да, прошу прощения, который вы предоставляете, когда где-то выступаете. У нас очень все просто. У нас главное, чтобы у нас было где хорошо поспать, чтобы была горячая вода, и чтобы мы хорошо поели. Все остальное, все нас не волнует. А скучаете почему-то, что было в прошлой жизни, в начале вашего пути творческого, когда еще по городам и весям на поездах? Скучаю. У меня был проект «Квартет нон-стоп». Балалайка, Домра, Контрабас и Баян. На Домре гала Антон Чердакли, он сейчас работает на телевидении, на ГТРК. На Балалайке играл Федя Дюков, он сейчас работает в шоу, в индустрии развлечений. На Контрабасе играл Миша Русаков, он сейчас является мастером по наладке баянов-аккордеонов. Кстати, это единственный мастер у нас в Самаре, который это налажит. Поэтому кому надо... Почему скучаете? Я скучаю по тому коллективу, потому что там было много творчества, много импровизации, там было много хохмы. Это был юмористический коллектив. В «Баян-миксе» сильно мы не похохмем. Почему мы сейчас десятилетия хотим сделать веселее? Потому что соскучились, скучились по юмору, по легкости. Давайте у нас остается полторы минутки. Давайте еще раз поговорим, что концерт состоится 10 февраля. Первое открытие будет фестиваля «Виват Баян» 10 февраля, «Филармония» 19.00. Всех ждем, приглашаем. Сереж, ну пригласите всех, пожалуйста, кто еще не успел купить билеты, чтобы все-таки люди пришли, меньше минутки осталось. Я всех приглашаю 10 февраля, как уже говорили, в «Филармонию» 19.00. Будет очень круто, клево. Приходите, не пожалеете. А еще хочу поблагодарить телерадиокомпанию «ГИС», потому что она является генеральным партнером нашего фестиваля «Виват Баян». Мы будем вести трансляцию этого концерта. Да, и потом смотрите этот концерт на канале «ГИС». А также хотел бы поблагодарить наше правительство, лично Николая Ивановича Меркушкина, за то, что он в этом году нам очень хорошо помогает по фестивалю. Спасибо огромное, что пришли. Мы-то точно приедем на ваш концерт. Приглашаем, призываем всех зрителей тоже присоединиться. Свои подарки, билеты и диски вы можете забрать у нас в редакции. Прощаемся с вами. До встречи. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!